Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею и изгладь память Амалика из-под небесной, не забудь. 1 Коринфян 10.6.11. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Этот эпиграф специально оставляет злодеям, которые гоняются за мной и узнают, кто в моем мире, где в друзьях, и на них наваливаются. А они потом люди эти все говорят. Всякую скверну говорят. Ужасно. Вот что их ожидает. Их имя будет изглажено. Это потомки Амалика. Все эти враги. Объявления. Искнуть, задержать, чтобы не двигалось. Прочитать можно. Вот искали мы человека, который был начальником в лагере, где я отбывал наказание от власти. В Жанатасе. Владимир Соловак. И вот нашли его. И он мне пишет. Мне надо узнать, он или не он. Он говорит, здравствуй, Игнатий Тихонович. Я от народа слышал, что разыскиваешь ты меня. То есть я хочу всех найти. Он большое благо для меня сделал. У меня поместили в туберкулезный отдел был. У меня туберкулеза не было. Но потемнение уже было. Бронхов. Я от народа слышал. Видите, как молва шла. Вот он я. Живу в Таразе. Бывший в Жамбул. На пенсии. Не работаю. Также грешен. Все там курит, видимо. Вот он. И он там все объяснял, кто начальники были, кто и фотография его была. Ну, он есть он. Я ему книги послал. Благослови его, Господи, помилуй. Вот я смотрю рукой, как он держит что-то. Что он там держит, не знаю, пуговицу. И левой рукой это неудобно. И рука как подвинутая. Я подумал, не больная или правая рука у него. Уважаю, Александр Боев. Уважаемый Игнатий Тихонович. Обучаюсь в университете по специальности история. Занимаюсь археологией. Ровно два года назад мне приходилось бывать в археологической экспедиции в Воронежской области, село Костенки. Лище наблюдал изъятие костей мамонта из культурного слоя. Также окаменелости фрагментов животных периода плейста цена. Что же говорят библейские писания насчет антропогенеза? Как же все те данные археологии, которые четко указывают на эволюцию и развитие человека от низших приматов? Вот четко прямо указывают. Уже по-другому нельзя. Только от обезьяны. Отвечая, изучать историю и сделая это как специальность, которая самая ненужная и испорченная от идеологии государств. Это зачем нужно? Это же не химия, не физика, не иностранный язык, которые могут пригодиться в самой простой и незамысловатой жизни. В 1990 году в СССР экзамены по истории были отменены. По всей территории этой империи зла и лжи. И в газете «Известия» были такие слова. Ибо история нашей страны чудовищна, искажена. Потребовались годы, чтобы как-то подрихтовать, подмалевать эту старую и выжившую из ума историю и подать ее на обозрение. Относительно бивни мамонта и его костей в самом начале архипелага ГУЛАГ история показывает свои морщины и дебелость зэков. Даже переходных костей от приматов, похожих на человека, нет нигде. Академик Рудольф Вирхов был известен также как археолог, антрополог, палеонтолог и политик-демократ. Об этом очень подробно показал, кто такие австралопитеки и прочие экзотические кости. Они взяты из разных мест и от разных животных. Слепили и выставили на обозрение сагбенного пятиконтропа. Бытие 1.27. Если он знает, что такое бытие, то еще, может быть, и не знает. Не знаю я. Сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Хорошо было бы, если бы вместо чучела вы бы вставили свое личное фото здесь. А там какое-то чудище поставил. Ну, больше чего отвечать. И вот все переписывается. Разбор постановки в Керченском колледже. Что это такое? Не знаю. Керченск, сговор, разбор, массовка. Вот тут. Не знаю, что. Поздравляют, что сегодня... Ну, а тут пишет. Намерение исполнит Господь. Матерь Божия бережет. Казанская. Ну, немного я сегодня, думаю, скажу немного. Сегодня у нас годовое собрание будет. Сегодня, то есть, 4 ноября. Вчера я гляжу, на службе стоим вечером. Считают все богородичное. И батюшка только маленько что-то вышел. Я его сразу... Что это у вас? Вы не ошиблись? Потому что 4 декабря через месяц будет введение во храм. Думаю, на 10 праздник-то. Да нет, Казанская, Боже мой. О-о-о, да еще Великим называют. Ну, какой же это Великий-то? Да никакой просто не праздника. Дата и все. Никакого праздника. И нет. Чему праздновать-то? А если иконы, так их больше, чем дней в году. И, да, бывает 3 иконы на один день. Я этой темой занимался когда-то. И, говорит, это... Чтим, когда образ. Это к первообразу относится. Там Маскин, Иоанн сказал, к первообразу. Это легко очень доказать, что иконы это не идолы. Я доказывал не раз. Но о том, что дальше-то делается из этого. Но если день Иоанна Златоуста, значит, он Златоуст остается. Везде одинаково. А здесь название. Иверское. Утолимая печали. Их этих икон более 300. И поклонение этой иконе идет. Не Божьей Матери. Не первообраза. А первообраз он один. Божья Матерь. Ну, зови ее Вифлеемской. Или Матерь Господа Бога нашего Иисуса Христа. Само название-то Матерь Бога. Как можно быть, когда Бог сотворил все? Видите, сколько здесь вопросов ставят перед нами и жизнь, и неправославная. И тут отвечать нечего. Только опустить голову и молиться, Матерь Божия, покрой меня мафором любви Твоей. Да, почитаем, но здесь явно иконе. Не первообразу. Вот это-то. Тут уж ничего не сделать. Заехали далеко-далеко за край. Я об этом буду говорить. Ну, иконе. Поклонение праздник не Божьей Матери, а иконе. Ну, Божья Матерь отмечает Благовещение. Тут понятно. А здесь каждая иконе считается одной и той же. К событию нигде Евангелия нету. А считать что-то надо. Надо считать. Ну, и берут, там, сказала, закричала женщина, блаженая шрева тебя носившая. Ну, к иконе-то как это относится? Ну, не Божья Матерь здесь. Она не может Божья Матерь быть казанской. А прямо икона казанская. И не надо отрицать этого, что празднование иконе. А иконе празднования этого явно поклонения. Это уже неприкрытое идолопоклонство нам приписывает. И отвечать нечего. Ну, повторяю, что у меня опыт 50 с лишним лет беседовать с сектантами. Здесь ничего нельзя отвечать. Ни рта раскрыть. Празднование иконе, поклонение иконе. И на этом всё. А этого на повеление нет, а запрещение в священном писании. И на этом всё. А во вред это и вред. Ну, если так понимают, ясно, что во вред. Во вред и в погибель. Если только не рассказать. И не понять. Так. Всё везде дальше. Прямо к иконе перед ней кланяются. Её целуют. А вы ничего не целуют? И я целую. Я православный. Но толковать ничего не буду. Здесь уста наши закрыты должны быть. Чтобы не нагрешить ещё что больше. Вот так. Ну, не идол уклоняемся. Иконе. Иконе. Вот так. Ну, и наши ресурсы показать. Вот. Это мой мир. Я очень люблю. Кто-то уведомления, кто-то много. Галендухин. Вот какие ему понравились. Фотографии. Он все выставляет. Вот так. Ну, он приезжает каждый год. И поэтому ему всё это видно. Ещё-то одну и ту же картинку два раза. Почему? Не знаю. Вот что ему понравилось. Вот сейчас посмотрим. Вот он идёт в рубашке. Ну, потому что это он везде. Он. Вот он стоит сам себя. Прекрасный человек. Видишь, фотографии нашёл. Новые какие. Перед храмом в этом году я выставил только 1400 фотографий. И вот. Ему это понравилось. Ну, а тут Галина. С ребятишками, которых он привёз. Привёз. О! Сергей тут собачек положил. А-то думчиков уже. Ну, вот так. И дальше у нас что? Наш православный большой форум. 1600 тем. Вот. И видеоканал. 13 тысяч с лишним. Уже и 10. 13 тысяч наших видеороликов. Вот сегодня я выставил. 30, 70, 35. Сейчас посмотрю обновить. Вот так. Больше решимости и чёткости в избрании лучшего. 146. Посмотрим за 2-3 часа. Ну, так больше-то и нету. Кто есть мы? Я поставил сегодня. Сохрани, Господи, и помилуй наше достояние. 17 мгновение весны смотрел. Вчера приехал батюшка здесь, его мы. Встретили, побеседовали. Сегодня большое собрание будет годовое. Ну, и батюшка будет о себе рассказывать. Вечерня была. Служили. Пошёл снег. Накрыл землю. Накрыл. Вот сейчас глянем мы, как это выглядит. Вот оно. Всё. Вот у нас на крыльце. Снег. Рядом стоит белая машина Игоря Барабаша. Сам он уехал к дочери в Томск. Приехал, поставил. Ну, и всё видно здесь. Это вот в храм ходить у нас. Видите, видно, что всё снегом покрыло. Ну, слава Богу, такая поздняя-поздняя зима приходит. Да вот и на этом-то сегодня и всё.